Итак, сегодня мы будем готовить китайский суп. Для этого нам потребуется половинка куриной грудки, кусочек имбиря, 6 зубчиков чеснока, длинный огурец, ну, примерно половинка, морковка, желтый и красный перец и помидор. А также мы приготовим тесто для клёцок и нам ещё понадобится 2 куриных яйца. Значит, мы ставим сковороду на огонь и раскаляем масло. Вот масло у нас уже зашкварчало. Мы кладём куриную грудку. Она у меня слегка замороженная. Ну, это абсолютно не страшно. И жарим. Смотрим, чтобы грудка обжарилась со всех сторон. Даже не то, что обжарилась, а просто прихватилась. Потому как она порезана на очень тоненькие полосочки и быстро приготовится. Огонь у нас стоит на максимум. В этом рецепте самое сложное – это подготовка. Время приготовления полностью, ну, я думаю, что минут 15 от силы. А вот время подготовки продуктов. Это уже зависит от вашего умения быстро нарезать овощи. Вот она у нас уже практически вся прихватилась. Далее, мы начинаем. Мы берём имбирь и чеснок. Одновременно добавляем курицу. Ну и тоже всё это дело обжариваем. Используем. Так. Дианы, паузы, шахмак, Обжариваем тоже 2-3 минуты для того, чтобы имбирь и чеснок отдали свой аромат и передали вкус нашей курице. Далее мы добавляем перец и морковку. Перец сладкий. Тоже обжариваем достаточно быстро. Всё жарится на максимальном огне, поэтому продукты приготавливаются очень быстро. К великому моему сожалению нет у меня булка. Ну вот, в таких условиях тоже можно приготовить прекрасный суп. Пока овощи обжариваются, мы ставим чайник для того, чтобы у нас был кипяток. Он нам в дальнейшем потребуется. И постоянно помешиваем, потому что температура высокая, чтобы у нас ничего не сгорело, всё равномерно обжарилось. Добавляем томат. И так же обжариваем. Добавляем. 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 Да, я также не указала, что нам еще потребуется соевый соус и рисовый уксус. Добавляем соевого соуса примерно 2 столовые ложки. И уксуса мы добавляем около столовой ложки, можно чуть-чуть меньше. И все, конечно же, перемешиваем. Соль добавлять не нужно, потому что соус это соленый. Соль добавляем. Вот уже курочка впитывает в себя всё, сейчас ещё немножечко пусть обжарится. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Пока у нас обжариваются овощи с курочкой, я вам расскажу, как приготовить тесто. Всё элементарно, нам потребуется только вода и мука. Ни соли, ни сахара, ничего. Только вода и мука. Берём муку, мешаем и одновременно вливаем воду. А вот, 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 вот. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Мы берём, просто отщипываем тесто и кидаем. Отщипываем и кидаем. Таким образом у нас получаются очень вкусные клёцки. Неправильные формы. Но самое главное, чтобы они были такие тоненькие достаточно. Видите, они даже не очень хорошо от рук отстают. Но это абсолютно не важно. Можно, конечно, и более крутое тесто сделать, но мне больше нравится вот такое. Оно быстрее и лучше сварится. Да, клёцки мы делаем небольшие. И кидаем, соответственно, в разные стороны, чтобы они не прилипали друг к другу. Успевали провариться. Кидаем вот где кипит. Я повторюсь, что мы готовим всё на большом огне. Мы огонь не убавляем, ни в коем случае. В этом, наверное, и есть сложность рецепта, что нужно всё успеть сделать достаточно быстро. Ну вот, тесто у меня закончилось. Сейчас всё прокипит хорошенечко, проварится. Тесто мы не солили, потому как оно сейчас впитает в себя ароматы. И соль соевого соуса. Вот, посмотрите, они уже практически готовы. Вот, видите? Всё готовится достаточно быстро. Очень удобно это после рабочего дня делать, когда не особо охота стоять у плиты. Пришёл быстренько, сварил супчик и покушал. Вот оно сейчас прокипит. Сколько? Немножко совсем. Пару минут. И пока кипит, мы взбиваем наши яйца. Взбиваем не сильно, скорее, наверное, просто перемешиваем. Вот так вот. И пока кипит наш суп, мы через вилочку, так придерживаем, и тонкой-тонкой струйкой вливаем яйца в суп. Вливаем везде, потихонечку, не торопимся, чтобы в одном месте не было такой концентрации яичной массы. Абсолютно потихоньку. У меня здесь два яйца. Кто любит пожиже супчик, может сделать поменьше яичек. Одно, например. Ну, мы любим побольше. Погуще. Ну, так всё перемешиваем. Ломаем одну клетку, смотрим на разрез, она готова. Кипятим ещё минутку. Минутку. Прям минуточку совсем. Берём наши огурчики и кидаем в суп. Немножечку вот так вот их перемешаем, чтобы они тоже свой вкус отдали. свежесть такую. Внесли свои нотки в наш суп. Мы любим также с кинзой супчик, поэтому мы добавляем кинзы. Это на ваше усмотрение. Совершенно не обязательно это делать, если вы её не любите. Можно не добавлять. Но я считаю зелень необходима, особенно кинза. Немножечко вот так перемешиваем. Выключаем комфорку. Всё, наш суп готов. Вот такая у нас красота получилась. Можно всех звать в столу. Теперь мы берём тарелочку и накладываем наш супчик. Вот такая красота у нас получилась. Все ингредиенты приготовились, отдали свой вкус и теперь нам будет очень вкусно. Бон аппетит! Бон аппетит! ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...